Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Грицун и коротко о событиях города и края. Сразу два дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Акватехнологии» рассматриваются в Дальнегорском районном суде. Генеральный директор предприятия, депутат Законодательного собрания Сергей Слепченко. Одно судебное заседание было назначено на 17 декабря. Суд должен был рассмотреть правонарушения по части 2 статьи 8 прим. 45 КОАП РФ. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных или иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заеления и истощения вод. Вторая часть статьи означает повторное совершение этого правонарушения в течение года. Заседание было отложено из-за неявки представителя акватехнологий. Рассмотрение второго дела состоялось утром 18 декабря по части 1 статьи 19 прим. 20 осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения, лицензии, если такое разрешение обязательно. Юрист компании Акватехнологии еще в коридоре заявил, что будет выступать против ходатайства телеканала Даль-ТВ об осуществлении видеосъемки, ссылаясь на коммерческую тайну. От официальных комментариев перед камерой представитель отказался. Редакция телеканала руководствовалась общественным интересом, поскольку генеральный директор предприятия еще и избранный в законодательное собрание депутат. Стоит отметить, что судебное заседание было назначено открытым, но тем не менее в присутствии, даже без камер, нам было отказано. В целом это все, что нужно знать о гласности. Весьма насыщенным получилось заседание профильного комитета по городскому хозяйству в четверг 17 января. Какие вопросы рассмотрели народные избранники, расскажем далее. В последний раз профильный комитет по городскому хозяйству собирался еще в ноябре. Хотя в соответствии с планом работы городской думы комитеты должны проводиться не менее одного раза в месяц. Но перед Новым годом проблемы у города очевидно не было. На заседании присутствовали семеро из десяти депутатов. В среде отсутствующих Тимур Бражников и Антон Тетюник, которые являются нечастыми гостями профильных комитетов, и председатель Георгий Герасимов. В повестке значились шесть вопросов. Первым рассмотрено обращение жителя дома номер 18 по набережной относительно отключения горячего водоснабжения. Незадолго до новогодних каникул управляющая организация «Жилпомощь» отказалась от обслуживания малосемейок по набережной, к которым относятся дома под номерами 18, 19 и 21. Замена была оперативно найдена. Во время оформления документов в 18 доме произошла крупная авария на Верхнем розливе. Новая управляющая компания «Приоритет» вместе с жителями занимается устранением ситуации. Авария произошла и в 19 доме. В 18 доме, я в сентябре еще разбирался, в 18 доме задолженность была в ТСЖ 741 тысячи рублей, в 19 доме 1 миллион 278 тысяч, в 21 доме 433 тысячи рублей задолженности. Население? Население. Платы перед жителями домов. Они очень выходили, даже на меня выходили, просили помочь, потому что, говорит, невозможно. Собираемости никакой, требования большие. Ремонт требуется большого в них дома. Дома в тех очень тяжелых, плохом состоянии. В очередной раз хочется напомнить собственникам жилья, что в первую очередь они несут ответственность за состояние техническое своего имущества, в том числе и общего. И, наверное, это проблема не одного дня. В округе 150 домов без формы управления, 73 из них отсутствует горячего доснабжения. Собственники жилья несут ответственность за имущество своего дома. Игорь Тарабарин поинтересовался, будет ли администрация оплачивать долги по коммунальным услугам за арендаторов муниципальных квартир. Подобных прецедентов по стране не было. Почему такой вопрос задает человек, который долгие годы является исполнителем коммунальных услуг и вроде как должен разбираться в данной сфере, остается неизвестным. Тем не менее, исполняющий обязанности главы ситуацию прояснил. Он берет на себе обязанность оплачивать все коммунальные услуги, вывозы ГОО, задержание жилья, в том числе и найму. Поэтому здесь вообще вопросов не может быть к администрации. Мы никогда за муниципальные квартиры по коммунальным платежам не платили и платить не будем. То, что одна из управляющих компаний вышла в суд, ну давайте дождемся решения суда. Дальше будет смотреть. То есть, если решение будет положительное, вы уже тогда будете из этого искорить? Конечно, конечно. Потому что пока действующее законодательство такого, мягко скажем, незаконного решения не содержит. В том, чтобы администрация платила за нанимателей плату за, извините, коммунальные услуги. Ну это бред. Ну так-то оно так, но... Это получается, Виктор Викторович, даже вы же... Конечно, на итоге собственник несет ответственность. Правильно. Далее собственник делегирует ответственность по договору, да? У нас же договорные отношения вообще существуют, которые предусматривает и гражданский кодекс, и жилищный кодекс. Поэтому там все четко расписано, зачем. Время по капитальному ремонту, да, несем мы за своим использованием договора. После обсуждения всех нюансов, в том числе и тех, которые едва ли относились к горячему водоснабжению по набережной 18, народные избранники решили принять вопрос к сведению и взять ситуацию на контроль. При голосовании воздержался только Игорь Тарабарин. Второй пункт повестки – коллективное обращение жителей дома номер один по улице Советской, относительно подтопления грунтовыми водами дворовой территории и разрушения подпорной стены. Мы, жители многоквартирного дома по улице Советская, дом 1, обращаемся к вам с просьбой помочь нам в решении проблемы с подтоплением дворового проезда к нашему многоквартирному дому. В зимний период данные подтопления приводят к образованию наледи, которое затрудняет проезд и делает небезопасным передвижение пешеходов, при этом разрушая асфальтовое покрытие. Постоянный приток воды приводит к разрушению подпорной стены. Управляющая организация по нашей просьбе обратилась в администрацию Дальнегорского городского округа с просьбой установить причину подтопления территории и принять меры по устранению подтопления. Копию ответа администрации прилагают, просим помочь нам в решении вопросов. На заседание пригласили представителя управляющей организации «Старт», которая занимается обслуживанием Советской 1 с 2013 года. Всего в адрес компании поступали обращения дважды. Первое обращение от жителей поступило в 2015 году, следующее поступило в 2017 году. Значит, в 2015 году мы провели мониторинг по определению, в какой период появляется эта наледь. С конца октября, при установлении отрицательных температур, практически по начало лета, пока не начнет интенсивно таять этот лед. В течение зимы лед нарастает, его количество увеличивается, и идет этот наледь от двух гаражей, расположенных выше. Так как контруклон весь идет к дому, соответственно, этот лед сползает на придомовую территорию. Это единственный проезд к этому жилому дому, другого пути там у них нет. Соответственно, конечно, жителям доставляет неудобство передвижения по этому льду. Управляющая компания производит подсыпку этой территории, но территория не является собственностью жителей. Поэтому, принимая меры для безопасности жителей, мы эту работу оказываем. Но это не дает долгосрочных положительных результатов. Как вам видится, как управляющая компания, какое может быть возможное решение этой проблемы? Ну, конечно, надо установить, откуда идет вода. Какая это вода, грунтовая или верховая. Так как в управляющей компании гидрогеологов нет, соответственно, мы такие работы провести не можем. И возложить эту обязанность на жителей, привлечь этих специалистов, мы тоже... Ни подпорная стена, ни дорога в реестр муниципального имущества не входят. Вода поступает из частного сектора и гаражей. Проездная часть узкая. Эти обстоятельства мешают проведению каких-либо работ. Подсыпка дороги не совсем эффективная, но единственная осуществимая мера на данный момент. Я улавливаю связь между гаражами и... Там дорога идет, ну, правильно говорит, контруклон в сторону дома. Есть как бы высшая точка, потом идет... И здесь, кстати, гаражи отсекают. Потом проезжает часть, и дома еще идут. Они как-то влияют на направленность движения вот этой... Ну, можно было, если бы не было гаражей, если бы не было частного сектора. А, ну, какие-то работы провести, допустим, и спустить ее куда-нибудь... Гаражам уже больше 20 лет. Ну, не сказал бы, чтобы гаражи... В то время построили гаражи, просто сейчас как бы отсекли себя от решения проблемы, легкого решения проблемы. Ну, то есть, инженерное решение какое-то, как вы сказали. Ну, что для этого вообще? Как вы считаете? Требует, может быть, и проектирование какое-то сделать, и просто пригласить изыскателей, которые определяют, что с этой водой делать. Может, где-то ее выше перехватить. В районе Советской-1 нет ни действующих теплосети, ни трубопроводов. Налить образуется за счет грунтовых вод. Прокопать траншею не получится. Собственники частного сектора и владельцы гаражей вряд ли разрешат перерыть свои участки. По-другому устранить проблему не получится. Подпорная стена, так же, как и подъездная дорога к этому дому, при проектировании дома составляла единый комплекс. Поэтому то, что жители сегодня взяли себе территорию под мостку, а полагают, что подпорную стену должен делать муниципалитет, это абсолютно неправильно. Если мы возьмем техпаспорт дома, то эта подпорная стена относится конкретно к этому дому. Помочь что-то там сделать мы реально не можем за счет бюджетных средств, потому что будет не целевое расходование. Как вариант, если там есть муниципальные квартиры и собственники решат отремонтировать стену, то мы готовы поучаствовать именно в доле муниципальных квартир, которые находятся в этом доме. Поэтому на сегодняшний день обращение собственников, оно несколько непонятно. Здесь собственники должны принимать решение, что они будут делать со своим имуществом. А муниципалитет сегодня, повторюсь, это будет просто не целевое расходование средств, если мы начнем тратить бюджетные средства на собственность, которая принадлежит определенным людям. Сегодня заявительный принцип постановки на кадастровый учет. Если собственники решили, что это метровый отмост КАИ, значит получается половина крыльца, которая находится далее одного метра, это место общего пользования, бельевые площадки и пешеходные тротуары, это тоже места общего пользования. Поэтому мы можем дойти до абсурда, что давайте там разрешим, допустим, установить торговые лырьки и так далее. То есть мы понимаем несовершенство закона, которое сегодня не обязывает собственников брать имущество, то, которое принадлежит дому. Но не бывает же так, стоит дом и стоит детская площадка, и стоит бельевая площадка, и стоит парковка для этого дома. И они говорят, нет, это не наше. А что тогда это? Изначально, когда проектировался дом, если мы возьмем опять паспорт дома, то в этом паспорте дома стоит и детская площадка, и бельевая, и пешеходные тротуары. Так вот, если мы возьмем паспорт дома, дорога же там наверняка ее нет, как придомовую территорию прибегает. Мы можем разграничить. Мы сегодня можем разграничить землю, поставить на кадастровый учет все, что дали одного метра от дома, использовать уже по тем направлениям, которые посчитаем нужным. Но на сегодняшний день мы говорим, что это абсурдная ситуация. Либо сдавать в аренду жителям дома тот пешеходный тротуар, по которому они идут в свой подъезд. Или половина крыльца, которая вышла за метровую отмостку. Ну, понимаем абсурдность ситуации. Скользкая дорога беспокоит не только жителей Советской 1. Много лет Октябрьская 59 страдает от воды во дворе, которая зимой становится самым натуральным катком. Вырытая траншея осенью желаемого эффекта не принесла. В этом году налить образовалась и по Пионерской 5. В администрации разработан отдельный контракт по уборке наледи. Сегодня все-таки время решения этой проблемы технической все-таки ложится на собственник в конечном итоге. Тут два варианта. Либо собственники должны потратиться на изыскательские работы, чтобы выяснить все-таки причину и как-то пытаться ее технически решить. Ну, либо закладывать деньги, может быть, дополнительные на уборку наледи, которые образуются. Другого, как бы, ну, лично я не вижу. Если у кого-то есть какие-то другие... Попытаться провести собрание на доме, пригласить представителей администрации, чтобы они поддержали это решение. Как собственник, чтобы администрация поучаствовала в общем собрании собственников и предложила возможные решения. Так уж сложилось у седьмого созыва, что выносить решение депутатам нелегко. Обращение жителей информация от администрации или прокуратуры принимается к сведению и благополучно забывается к следующему заседанию. Чтобы хоть как-то продемонстрировать свое участие в проблемах электората, председатель Думы предложил коллегам и администрации поучаствовать в собрании жителей Советской-1, да и вообще посетить все проблемные участки. Предложение достойного только что делать дальше Василий Извенко не придумал. Чем присутствие большого количества людей, у которых связаны руки с законодательством, поможет жителям Советской, так и осталось непонятным для присутствующих. Давайте так, выйдем на место, на каждых этих три участка, Советская, Октябрьская, Пионерская, и там уже на месте с приглашением обслуживающего учреждения, с приглашением ТСЖ, и там вопрос этот решить, чтобы люди видели, что мы все-таки решаем их проблемы. Так вот поступило обращение, ну все, принять все. Нет, Никита Юрьевич, надо выезжать, и вопрос решать. Вы предлагаете поучаствовать депутатам в общем собрании жителей? Конечно, не только депутатам. И администрация, как собственник там будет участвовать, я это и предлагаю. Вы предлагаете поучаствовать комитету в общем собрании жителей? Конечно, и вопрос этот решить, чтобы люди видели, да, есть проблема, что администрация и депутаты хотят решить данную проблему, а не просто вот это моё, это не творят. Нет, без проблем, без проблем. Единственное, что мы не можем инициировать, мы не ссор. Я хочу, чтобы внесли вот такое предложение депутат, я вот как... Предложение, пожалуй, сформулируйте еще раз. Я вношу такое предложение. На все эти участки, не только по Советской, Октябрьская, Пионерская, напротив дома Пионерская 5, выехать на место, значит, определиться по сроку и времени, и определить с приглашением жителей инициативных, которые написали, кстати, в этом обращении их 25 человек, и там на месте порешать. Если мы говорим, что это собственность ТСЖ, значит, всё, давайте, мои хорошие, выходите, собирайте собрание и решайте эту самую проблему. Да, мы от этой проблемы не открещиваемся, и администрация чем может, поможет. Вот только так можно объединиться и вопрос решить, который решается уже десятилетиями. Василий Иванович, у нас сегодня всё решают собственники, так? Так, вот я внёс предложение, поставьте это предложение нам голосовать. Да, я вас немножко хочу скорректировать в том плане, что не просто выехать, а выехать на общее собрание. Вот то, что мы выйдем и поговорим с инициативной группой, это ни о чём, понимаете? С решением, нет, с решением это... Вот, общее собрание. А администрации, может быть, как собственнику, инициировать проведение общего собрания собственников? Там уже определяться. Принять к сведению нельзя, решить проблему тем более. Присутствующие представители администрации и управляющие компании не раз упоминали о том, что грунтовые воды стекают к Советской 1 с территории частного сектора и гаражей. В этом и заключается основная проблема. Отвезти воду можно, но только прокопав траншею на территории, которая находится в частном владении. Чем поможет собрание жителей многоквартирного дома с участием депутатов и специалистов администрации, неясно. Может быть, сперва разобраться с причиной, а потом уже разговаривать с собственниками, где это идет, выход воды. Причем тут собственники многоквартирного дома, если это пошла вода с частного сектора. Собственники НКД не будут решать вопрос, как в частном секторе делать канализацию нам, или там канаву, траншею рыть. Сперва надо найти причину, откуда разобраться, и потом уже решать с теми людьми, в чьей собственность находится данный земельный участок. Кто должен называть тогда этих геологов, которые будут воду высказать? Так давайте тогда, соответственно, администрация соберет совместно со специалистами. Конечно. Возьмет Примтепло, возьмет СЭС. Все правильно. И оттуда уже будем отталкиваться. Вы сейчас предлагаете жильцам повысить тариф? Повысить тариф? А вины их нет. Они вам постфактум говорят, что их затапливают. Я не предлагаю тариф повысить. Я предлагаю собрание провести. А какой вопрос поставить? Для того, чтобы какие-то работы производить, они должны быть заложены в тариф, правильно? И управляющая компания должна эти деньги использовать, которые будут заложены для того или иного вида работ. То есть управляющая компания рассчитает, осметит, предложит на их собрание. Да, но дело в том, что причина-то не в их действиях, не в собственниках. Так давайте разберемся, откуда вода эта пошла, и уже разговаривать с тем собственником. Если это из-под гаражей идет, значит разговаривать с собственником гаражей. Если это собственник на территории земельного участка, который произошел в частном секторе, значит с ним тогда решать вопрос. Тогда получается смысл выезда и разговора, не специалистов. Вынесение решения вновь зашло в тупик. Дискуссия продолжилась. Присутствующие предались воспоминаниям о других проблемных участках с наледью. Да просто жители сами увидят, что приехали и посмотрели, уже какая-то будет забота и внимание. А когда вот так вот посидели, поговорили, разошлись, это знаешь, ни о чем. Нет, ну чтобы не было такого, чтобы собрались, поговорили и разошлись, это надо, чтобы было общее собрание. Все предложение Василия Извенко сводится к простой фразе «Мы ничего не можем сделать, но пусть жители видят нас на месте» звучит как предвыборный лозунг. Те же обещания при отсутствии результата. Дума седьмого созыва работает больше года, однако за это время народные избранники даже не удосужились ознакомиться с основным рычагом своей работы – законодательством. Складывается впечатление, что многие депутаты не разбираются в сфере своих полномочий. Возможно, поэтому и постоянно возникают трудности при принятии решений, а еще из-за неумения слушать друг друга. Можно все-таки, конечно, создать комиссию просто, хотя бы представителей нашего комитета, хотя бы два человека, и представителей администрации. Просто поручить тогда руководство администрации, они выделили, допустим, пускай будет первого заместителя по ЖКХ. Все, человек пришел, когда определились, когда выдавались подпорной стенки, подписался, нужно принять меры, и вывод, что надо создать тогда этот, провести этот в СЭС или где бы, хотя бы сдать воду на анализы. Я понимаю, что он может показать грунтовый вод. Но мы хотя бы какой-то шаг сделаем на встречу жителям нашего микрорайона по этой улице. И тогда уже на основании этого, тогда уже будем дальше думать, что делать. Выходить, если это грунтовые воды, значит, на собственника, чья территория частного сектора. Сказать, давай вдруг, как-то вот так же собрались, может быть, подключить надзорные органы и сказать, давай, может быть, у тебя на твоей территории выкопаем, да, какую-то вот эту, как правильно, траншею большую. Исполняющий обязанности главы, вновь напомним депутатам о том, что в районе Советской 1 нет теплосети «Примтеплоэнерго». То есть никакого остаточного хлора быть не может. Это естественные грунтовые воды. Соответственно, нет смысла проводить анализ. Проблема не решится. За время бурного обсуждения ни один из народных избранников так и не сумел придумать иной вариант решения вопроса. А Никита Харламов, на которого были возложены обязанности председателя профильного комитета, не смог полностью воспроизвести предложение Василия Извенко. То ли оно сложное, то ли за дискуссией время пролетело незаметно. И он уже его успел забыть. Вспоминали, объединив усилия. Предлагаю следующее решение. Значит, председателю Думы совместно со специалистами администрации выехать или выйти, да, наверное. Выйти на место. А комитет? Председателю Думы. Комитет назначает. Председателя Думы ответственным. Да, выйти на место с целью установления возможной причины источника бед. подтопления многоквартирного дома Советской Один. Подождите, у нас по повестке стоит конкретный адрес. Давайте вот по конкретному адресу сначала разберемся. Так, в составе представителя управляющей компании. Так, давай ясно. Давайте, Василий Иванович. Завтра конец. Завтра восемнадцатого. 18 января 10.00 представителя Думы, администрации, управляющей организации выйти на место подтопления дома по улице Советской, а также Октябрьская и Пионерская. Все. С целью выявления, источника подтопления многоквартирного дома. Вот такое вот. Второй пункт. Администрации Дальнегорского городского органа взять на контроль при заключении контракта на уборку снега, взять на контроль адреса, проблемные адреса. Дмитрий Иванович, не снега, но я отдельно делаю контракт на уборку наледи. На уборку наледи. За данное предложение все депутаты проголосовали единогласно. Обсуждение вопроса заняло более получаса. Будет ли результат от коллективного посещения проблемных мест или все, в очередной раз будет сведено к уборке наледи, узнаем совсем скоро. Об остальных вопросах, рассмотренных на заседании профильного комитета по городскому хозяйству, расскажем в информационной рубрике «Коротко» в понедельник, 21 января. Рудник Николаевский начал работать по новому техническому проекту. Проходятся выработки на глубине минус 460 метров от уровня моря. Какие перспективы открываются для рудника и даль полиметалла в целом узнавала наша съемочная группа. Электровоз доставил свинцово-цинковую руду – сырье будущей продукции предприятия. Из вагонеток без участия машиниста-электровоза ее опрокидывают в бункер дробильно-дозаторного комплекса. Так заканчивается добыча и начинается переработка. Этому недолгому переходному этапу предшествует сложная и трудоемкая совокупность процессов. Сегодня на Николаевском руднике ископаемые извлекаются с глубины более 400 метров ниже уровня моря. Это значит, что на Николаевке трудится большинство горняков, спускаясь под землю примерно на 800 метров. Николаевский рудник – одно из самых молодых и перспективных производств в составе горно-металлургического предприятия. Месторождение вскрыто глубокими стволами, от которых в разных направлениях пройдены подземные выработки. На сегодняшний день запасы балансовых руд составляют около 8 миллионов тонн. Их большая часть залегает глубоко в недрах земли. Поэтому Дальполиметал дал старт новому витку в развитии и эксплуатации Николаевского рудника. Около 5,5 миллионов тонн на глубине ниже 420 метров. В связи с этим мы сейчас начали работать по новому проекту, техническому проекту. В данный момент проходятся выработки на глубину 446 и 460 метров ниже уровня моря. Здесь будет нарезаться опытно-промышленный блок, в котором запасы составляют балансовые руды 82 тысячи тонн. Это 116 тысяч тонн товарной руды со средним содержанием около 5,5-6%. Из них 3% свинца и где-то 2,5-3% цинка будет. Такое процентное содержание ценных металлов в руде дает хорошую экономическую перспективу. А количество выявленных и подсчитанных запасов обеспечит рудник Николаевский работой на два десятка лет. Дальполиметал уже давно наметил курс на переоснащение производства. А учитывая удаленность Николаевских залежей и долгосрочность работ, здесь модернизация технической базы на особом контроле. На глубине минус 375 метров от уровня моря врезается в неподатливый горный массив новый универсальный станок очистного бурения. Данный станок самый мощный на нашем предприятии. Мы проходим порядка 5 тысяч погонных метров, тем самым обеспечивая подготовку очистных балков порядка 35 тысяч тонн руды. Производительство данного станка 100 погонных метров в смену. Рудник сейчас стабильно успевает подготавливать очистные выимочные единицы, тем самым обеспечив стабильную добычу рудника и соответственно предприятия. Этот станок заменил менее эффективного предшественника в 2016 году, благодаря чему производительность увеличилась почти вдвое. Раньше в смену она составляла 56 погонных метров. Конструкция стрелы делает бурение точным, а хорошая устойчивость станка обеспечивает быстрое перемещение даже в сложных подземных условиях. Еще одно значимое приобретение – самоходная шахтная буровая установка шведской фирмы «Сандвик» – технический парк Николаевского рудника. Эта проходческая машина пополнила в августе 2018 года. В своем классе он самый мощный, самый производительный. Данный станок проходит порядка 150-170 погонных метров. На данном этапе проходит сеть выработок перспективных для подготовки оптного промышленного блока, запасы которого составляют 116 тысяч тонн руды. Это наша перспектива рудника на ближайшие года три. Станок оснащен гидравлическим пультом управления, что обеспечивает быструю, эффективную и высококачественную проходку выработок и тоннелей с сечением до 40 квадратных метров, а также мощным перфоратором. Опытные машинисты отмечают целый ряд преимуществ новой установки. В профессии с 2004 года доводилось работать на разной технике, конечно. На новой технике всегда приятно работать. Мне ближе, в Сандрик всегда был ближе, чем те же гумерады. По производительности, что могу сказать, машина неплохая, показывает себя с хорошей стороны. Работаем. Если сравнить с установками ДД-210, то, конечно, она и побольше, и молоток посильнее, по производительнее у него. Те же более твердые породы он получше бурит, чем тот станок. А маневренность, комфорт, управление? Да, манипуляции другие. За счет этого, конечно, увеличивается и скорость бурения, и, соответственно, производительность. Для работы над новым техническим проектом на буровой установке «Сандвик» руководство отбирало самых опытных специалистов. Большая протяженность выработок, глубокое залегание рудных тел заставляют уделять особое внимание транспортировке. На рудник Николаевский в конце 2018 года, в конце декабря, перед Новым Гором, пришла еще одна современная техника, мощная, высокопроизводительная, фирмы «Катарпилар», грузоподъемностью 22 тонны. Введя в эксплуатацию данный самосвал, мы увеличили производительность рудника и теперь стабильно выполняем те плановые показатели и переуполняем. Транспортировка руды – важный этап в добычном процессе, что не так очевидно на первый взгляд. На скорости доставки и объемах горной массы завязана эффективность дальнейшего производства. Вся техника Николаевского рудника, погрузодоставочные машины, самосвалы и самоходные буровые станки ремонтируется и обслуживается на месте в подземной ремонтной базе. Она занимает камеру на горизонте минус 220 метров от уровня моря. Есть отделение токарной службы, токарной станки, есть служба электрослужбы, где у нас находится пост электричества по ремонту электрооборудования. В составе у нас 15 человек – токаря, сварщики, электрик, ну и бригада слесарей. Единоразово на смене у нас 6-7 человек, потому что работа двухсменная, с утра еще и 16 часов. Бригада механиков мобильна. Если транспортировка неисправной техники нецелесообразна, сотрудники сами спускаются глубже под землю и устраняют поломку. Подобная мастерская есть на каждом руднике горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл». Качественно обновленная материальная база рудника – серьезный шаг в успешное производственное будущее предприятия. Больше современной техники под землей, больше ценной руды на поверхности. Но всегда стоит помнить, что даже блестящий технический потенциал бесчеловеческого бесполезен. На Николаевке трудятся профессионалы своего дела. Энтузиасты, которые ощущают личную сопричастность к славной истории предприятия. К его значимости для жизни всего городского округа. Коллектив устоявшийся. В основном в коллективе люди, которые очень долго работают на данном участке. И процентов, наверное, на 10. Участок обновлен. Плюс сейчас у нас расширен круг вакансий. И потихоньку прибывают к нам еще люди новые. В частности к нам сейчас переходят люди с Южного рудника. Машинисты ПДМ. Принимаем крепильщиков. Но пока ученики, молодежь идет. Люди относятся к своей работе качественно. Работают очень долго уже на своих профессиях. Очень профессиональный коллектив. Пока проблем у нас никаких не возникает. Коллектив очень дружный. Ну а так в основном все нормально у нас. Большинство сотрудников рабочий день проводят в определенных локациях. Руководство же, в частности главный инженер, начальник участка, горный мастер, почти каждый день обходят все точки проведения работ. Сложное производство требует постоянного контроля и корректировки стратегии. Для этого зачастую приходится преодолевать расстояние под землей общей протяженностью в 10 километров. Наша съемочная группа на собственном опыте убедилась, что назвать это прогулкой решительно невозможно. История Николаевского рудника началась в 1982 году. За это время, как и на любом производстве, случалось всякое. И взлеты, и кризисные периоды. Сегодня можно уверенно говорить о том, что новые горизонты открываются не только под землей, но и в будущем предприятия. Харуки Мураками Мураками родился 12 января 1949 года в Японии, недалеко от Киото. Еще ребенком он проявлял интерес к американской и европейской литературе и музыке. Успешно окончив университет по специальности «Классическая драма», защитил степень по современной драматургии. В свои студенческие годы участвовал в выступлениях против войны во Вьетнаме. Первая повесть молодого писателя, слушая «Песню ветра», вышла в 1979 году. Ее сразу заметили. Это произведение получило премию, которую присуждают начинающим японским писателям. За свои первые книги автор получил приличные гонорары, которые позволили ему путешествовать. В 30 лет он уезжает из Японии и живет то в Америке, то в Европе. В среднем он пишет один роман в год, уже написал 14 романов, 12 сборников рассказов. Его еще называют европейцем от японской литературы. Все действие его романов происходит в современной Японии, но оно могло происходить вообще в любой другой стране. Для романов «Мураками» характерна некоторая космополитичность. Когда «Мураками» путешествовал по Италии и Греции, впечатления вдохновили его на написание норвежского леса. В биографии и творчестве писателя это произведение сыграло ключевую роль. Этот роман принес писателю мировую известность. И читатели, и критики в один голос называют это произведение лучшим в творчестве литератора. Тираж в 2 миллиона экземпляров мигом разлетелся по Европе и Америке. Начать знакомиться с творчеством этого автора я вам посоветую всего знаменитого романа «Норвежский лес». Это такой роман воспоминания японского студента Ватанабе, который вспоминает о 60-х годах. А в 60-е годы в Японии, во всем мире, ну кроме нашей страны, были студенческие волнения, протесты студентов против существующего современного уклада. И как раз вот этот Ватанабе вспоминает об этих временах и естественно вспоминает о своих любовных увлечениях к двум девушкам. В 2010 году этот роман «Норвежский лес» был экранизирован. Субтитры создавал DimaTorzok По словам критиков, роман «Кавка на пляже» открыл новые грани таланта писателя. В центре произведения две судьбы – подростка, убежавшего из дома от мрачного пророчества своего отца и старика. На удивительные судьбы героев жители Японии второй половины 20 века влияют предсказания посланцы потустороннего мира и кошки. «Кавка на пляже» – это, можно сказать, чисто мистический роман. Вот этот «Кавка» – так зовут подростка. И его судьба, вот этого подростка, неким таким мистическим образом связана судьбой старика. Я со сложным именем не буду вспоминать. И вот подросток, этот старик, как бы живут в двух мирах – в потустороннем и в реальном. Как это может быть, так быть, вот как раз нам и поведал Мураками. В 2009 году был издан роман «Тысяча невестьсот восемьдесят четыре». Весь стартовый тираж был раскуплен в первый же день. Это книга о поиске психологической опоры в мире размытых ориентиров. Автор знакомит читателя с двумя героями – женщиной-инструктором фитнес-клуба и учителем математики. Здесь и альтернативная какая-то история, и реальная, и фэнтези. Вот вообще у этой трилогии, ее можно сравнить с таким букетом. Букет из истории Японии, из культуры Японии, из философии Японии. Такой вот изысканный букет от Харуки Мураками. Если вы прочитаете этот роман, трилогию, вы будете иметь полное впечатление о творчестве Мураками в принципе. Потому что вот в этой трилогии как раз все оно и слилось. Произведений писателя Харуки Мураками нет в российской школьной программе. Однако современники пророчат ему вхождение в плеяду классиков литературы. В 2016 году он получил премию имени Ганса Христиана Андерсена. Ожидалось, что ему присудят еще и Нобелевскую, но этого пока не произошло. Если вы еще не знакомы с его творчеством, выставка, посвященная 70-летию автора Харуки Мураками в Дальнегорской центральной библиотеке, поможет узнать этого японского европейца. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.